Владимир Михайлович Алфатов Название доклада «Типология частей речи и материал японского языка» Мой доклад несколько не в струе того, что тут на этом заседании Но, к сожалению, я только сегодня утром приехал из Казани с Бадуэновской конференции Но я хочу немножко порассуждать о «Типологии частей речи», тема, которая сейчас все-таки довольно активно обсуждается Правда, больше не у нас И что может дать материал одного конкретного японского языка Но я понимаю, что японский язык не относится к неисследованным О нем пишут много, материал его как-то учитывают Но все-таки, когда считаешь, особенно у русистов, что в любом языке выделяются одни и те же так называемые школьные части речи То хочется все-таки подумать о как в каких-то языках не самых известных, вроде японских Кроме того, японский язык обладает одним свойством, которым не обладают очень многие языки, которые используют активно типология А именно у него есть собственная традиция описания грамматики, в том числе выделения частей речи И, собственно, имеются у них две классификации частей речи Одна достигнутая совершенно самостоятельно в период закрытой Японии 17-го по 19-й век, когда они ни на кого не ориентировались И не знали никаких языков, кроме своего, а систему некоторую выделяли И вторая уже европеизированная, уже 20-й век, где произошел такой некоторый синтез Там что-то изменилось под влиянием европейской традиции, но тоже, что не так бывает часто, свои какие-то традиции до сих пор сохраняются И вот хочется это все обсудить И надо отметить, что если мы сравним разные лингвистические традиции, то европейская традиция, она где-то до 13-го века не была самой развитой Она отставала и от индийской, и от арабской Ну, от японской нельзя сказать, потому что японская сложилась позже, но тем не менее Единственным пунктом, где европейская традиция пережала все другие, это была классификация частей речи У которых было, как известно, 9, а если мы возьмем так сказать, все, которые выделяли либо греки, либо римляне, либо те и другие, то будет 10 А на втором месте идет Япония, у которой было 6 частей речи После европеизации их стало несколько больше Тут возникают вопросы Но, конечно, какие-то вещи привычные для нас японский язык подтверждают, скажем Противопоставление существительных глаголов Оно было и в японской традиции исходно Оно и проходит сразу по многим параметрам Хотя есть некоторые параметры специфичные для японского языка Например, морфемная граница внутри слога, точнее, внутри мора Проходит только в глаголах Между прочим, невозможно даже в презентативных прилагательных, о которых я дальше буду говорить В других случаях морфемные границы всегда проходят на границах мор и чаще всего на границах слогов Но вот уже вопрос о прилагательных Потому что что делала исконная традиция Она выделяла, с одной стороны, знаменательные и служебные части речи С другой стороны, выделяла, ну, в широком смысле, имя и глагол А глаголы делила еще на три класса И в них сейчас меня будут интересовать два А именно то, что традиционно называется в русской традиции ипонистики глаголами и предикативными прилагателями Что такое вообще импредикативные и прилагательные? Это вопрос спорный Потому что морфологически это совершенно особая парадигма с особыми окончаниями Почему, собственно, японцы выделяли их? Ну, можно считать в отдельную часть речи, то можно считать подкласс глагола Не имея ни в коем случае И синтаксически это абсолютно морфологические специфические показатели Но парадигма, в общем, несколько урезанная парадигма глагола То есть там глагольные категории, но, правда, с некоторыми ограничениями Например, нет форм императива, нет форм пассива и колузатива Ну, собственно говоря, это фактически общее свойство всех стативных глагол японского языка Куда входит, можно считать, всех предикативные и прилагательные Хотя, среди них есть отдельные случаи двухвалентных прилагательных Ну, собственно, так же, как и в русском языке, скажем И русское равное, и японское хитоси Это все-таки двухвалентные, в обоих случаях это прилагательные Но синтаксически абсолютно ведут себя так же, как глаголы Никаких различий А семантически можно сказать, что в японском языке имеется Три, там, формально несколько разных класса Это стативные глаголы, глаголы с обычной глагольной парадигмой Предикативные и непредикативные прилагательные, которых я скажу дальше Которые, собственно, по семантике каких-то особенностей не имеют Вот приведу несколько Не буду сейчас приводить японские слова Но вот, скажем, по-русски Много, жаль, стыдно, больно или болит Боятся завидовать такого рода значения Среди них, кстати, есть и более чем одновалентные Но, тем не менее, в японском языке все это будут предикативные прилагательные И, хотя, все это будут предикативные прилагательные Но я отмечу, что то, что иногда выделяется в русском языке В особую часть речи категорию состояния Это, ну, в японском языке, как правило, соответствуют именно предикативные прилагательные Ну, само к себе, конечно, то, что прилагательные Похожи на глаголы и не похожи на имена Это достаточно часто Иногда даже уделяют ареала именно Восточную Азию Где самым разным языкам это свойственно В отличие, скажем, от Европы и Западной Азии И, если говорить, конечно, такая трактовка языком прилагательных Она более конечна Потому что, собственно, прилагательные Обозначают некоторые предикаты И когда говорят, что прилагательные по семантике Сходны с существительными Ну, тут можно вспомнить, скажем, грамматику по рояле Где разбираются ясные и смутные значения Что у прилагательных ясные значения, как у глагола А смутные, во всяком случае, отличаются от значений существительных А смутные значения, они от те же самые, что у существительных Ну, покойный Юрий Сергеевич Степанов искал здесь какие-то глубокие Философские основные Думаю, что просто это попытка как-то примирить традиции И факты современных европейских языков Очень хотелось считать, что прилагательные все-таки не надо Вот, так что Но, конечно, в принципе, это некоторый класс предикатов Но, если предикативные прилагательные встречаются достаточно во многих языках То в японском языке можно выйти просто в прилагательные Ну, то, что называется в учебниках часто полупредикативными прилагательными Иногда непредикативными прилагательными, именными прилагательными То есть это прилагательные, которые имена, в общем, с тем же самым значением Тут никаких семантических отличий нет Но они имеют парадигму, скорее, близкую к именной Они не изменяются, присоединяют аглютинативные показатели Так же, как это делают имена Из которых один показывает синтаксическую позицию определения Другой показывает определение приименную Другой синтаксическую позицию обстоятельства приглагольную И они рассказуемые могут быть, но только со связками Почему же называют предикативными и неприкадикативными? Ну, прежде всего, потому что в предикативной позиции они используются со связками Другие используются без связок, которые абсолютно не нужны Правда, некоторые там аналитические формы с участием связок Бывают, например, некоторые формы вежливости требуют связки Ну и это уже значительно более редкое типологическое свойство Ну и я, например, когда-то в моей уже довольно старой статье предлагал Предикативные и прилагательные называть качественными глаголами А непредикативными и прилагательными называть просто прилагательными Ну и все эти классы выделяла японская традиция Ну, правда, вот непредикативные и прилагательные Там в старом письменном языке они везут себя немного по-другому Но, тем не менее, они выделялись как особая часть речи И, наконец, есть еще одна часть речи, которую иногда тоже включают в прилагательную Но они абсолютно неизменяемы и ни с какими служебными словами не сочетаются Эта категория появилась уже в период европеизации В первой половине XX века Ну, на русский язык буквально калькируется японский термин Как приименные Ну, то есть неизменяемые слова, ни с чем не сочетающиеся Использующиеся только в позиции определения Так как ни предикативные, ни непредикативные прилагательные Не есть слова, которые используются только в позиции определения И эти слова действительно образуют некоторый класс, который как бы обратен на речи То есть там слова, либо другие знаменательные слова, либо изменяются, либо сочетаются, скажем, с подержанными показателями А эти вот слова, они ничем не никак не изменяются и ни с чем не сочетаются Но только одни подчиняются глаголам и предикативным прилагателям, то есть на речи А другие подчиняются именам, то есть приименные Ну, что касается русского языка, не буду сейчас говорить про другие Но, как известно, Микрил Викторович Панов предложил особую часть речи Так называемая аналитическая прилагательная Там, скажем, чудо, чудо, печь, гамма, гамма, излучение, беж, цвет, беж Ну, я привожу примеры Панова, но сейчас можно массу таких приводить слов В виде, там, контент-анализ, Гоголь-центр и так далее Которых сейчас влиянием английского языка у нас стало очень много Но, тоже, собственно говоря, то же самое неизменяемые и не присоединяемые, так скажем, в предложение слова Употребляемые только в позиции определения Правда, японские, приименные, это все-таки слова такие Они имеют некоторое более абстрактное и часто близкое к несъеменному название Типа некий всевозможный, так называемый Как раз тогда, как русские аналитические прилагательные, наоборот, это обычно слова с довольно конкретным значением Теперь, что можно здесь еще Какие у меня уже не так много времени, но я еще некоторые проблемы Скажем, местоимения Традиционно местоимения выделяются как единый класс античного времени Ну, собственно, что такое античное местоимение? Это некоторые имена, одновременно имеющие специфику и формальную, и семантическую Туда попадают, по крайней мере, два класса единиц В общем, никто, собственно, толком, я думаю, не мог никогда объяснить Да, я уже заканчиваю Кроме такой их некоторой аномальности в греческом и латинском языке Что, собственно, в общем, между личными местоимениями и там целой группой, которые действительно там часто в языках связаны Там указательные, вопросительные и так далее В иконском языке имеется очень такая четкая микросистема Но она охватывает разные части речи Именно вот местоимений указательных, вопросительных И совершенно отличные от них личные местоимения, которые, ну, собственно, ничем от существительных не отличаются И, наконец, служебные элементы Потому что, в общем, классификация служебных элементов развита Она, в целом, бывает в европейской традиции довольно нечеткой Она, да, ну, имеются некоторые достаточно узкие классы Всегда выделимые вроде предлогов или послелогов Ну, в японском языке, послелоги Союзов, артиклей, а все остальное Это, ну, с одной стороны, такой, как бы, остаточный класс частица С другой стороны, вообще, есть элементы, которые не совсем ясно, куда относятся Например, какая часть речи связка Об этом обычно при классификациях вообще ничего не пишут А вот материал японского языка Ну, сами японцы, я сказал, два класса служебных элементов Они выделяли изменяемые и неизменяемые Сейчас уже нет времени подробно рассказывать, чем это связано Но, во всяком случае, там достаточно сложная глагольная парадигма Где может присоединяться несколько аффиксов Которые там еще имеют сложные морфонологические правила Так вот, грубо говоря, грамматические элементы, которые имеют там Которые там имеют морфонологические варианты Называют изменяемыми служебными словами Ну, в европейской панистике Большинство из них, кроме связок, относятся к аффиксам Вот, и абсолютно неизменяемые служебные элементы Которые называли, ну, можно сказать, частицами Вот, но это японское деление А что касается нашего, то, по-моему, японский язык Очень хорошо показывает, что служебные элементы бывают двух типов Ну, во-первых, такие вот частицы, предлоги То есть, пасилоги и так далее А с другой стороны, те, которые, собственно, меняют класс К тому, к чему они присоединяются Есть такие, которые не меняют класс А есть, которые меняют класс И там, в отличие, скажем, от привычных нам языков Там два полярных типа С одной стороны связки Которые, как я уже сказал Как-то не очень ясно, куда выделяются В традиционных классификациях Которые как бы преобразуют Существительное в глагол и обратное Это, ну, типологи чаще такие единицы называют номинализаторами Ну, в традициях нашей японской Нашей японистике их называют субстантиваторами Значит, вот, которые присоединяются к глаголу Причем глагол сохраняет управление Но дальше уже вся эта последовательность глагола Из зависимых от них элементов Ведет себя как ими Там сочетается с поддержными показателями И так далее Вот эта вот Эта система в японском языке очень развита Она, как правило, данный класс служебных элементов Вообще в классификациях частей речи не предусматривается Ну, можно, наверное, было бы сказать что-то еще Но, во всяком случае, вот это вот Мне кажется, те пункты Которые, кажется, нужно учитывать в общей системе частей речи Спасибо Спасибо большое, Владимир Михайлович Ну, у нас есть время для вопросов обсуждения Пожалуйста, какие есть вопросы или комментарии Да, Владимир, пожалуйста Ну, большое спасибо за доклад Очень интересный И для такой комментарий, первый, что приходит в голову Что, хотя Владимир Михайлович вернулся из конференции В честь ПДН-ДПРД А такое ощущение, что вернулся из конференции В честь Ивов Владимировича В честь Чарба Поскольку радовал за классификацию японских частей речи Близко к цей, который Чарба предложил для русского языка Выделение связки в отдельный разряд Выделение разложения местной имени на разные классы И выделение разных типов предикативных и атрибутивных слов А добавление, не знаю, согласитесь с любым Но, может быть, имело бы смысл для русского языка Выделять аналитическое прилагательное Типа не к лицу, поскольку в структурах Типа мнение к лицу, что х Как бы есть некоторое мнение к лицу Или, ну не к лицу Эти изменения То есть некоторая возможность Это контролем Согласование В русском языке Что-то из предложенного вами Возможно, тоже можно было Да Я согласен Так, пожалуйста У меня пока что вопрос, Алина Михайлович Вот вы упомянули, что Панов предлагал выделять аналитические прилагательные В сочетании чудо-печь Я не совсем понимаю, а почему То есть чудо в этом случае будет аналитическим прилагательным Да? Да А почему не считать, что это существительное, которое участвует некоторая особая конструкция Тогда получается, что каждый аналитический прилагатель одновременно является и другой частью речи Ну, понимаете, на самом деле, конечно, не каждый И далеко не каждая употребляется свободно как существительное Об этом пишет и Панов Какой-нибудь берш Где он употребляется А, здесь, что к ним Да, потому что тут, ну а Свойства у них оказываются общие Поэтому можно это рассматривать как конверсию Ну, конечно, я понимаю, что тут возможны разные точки зрения Еще один вопрос у меня был А, ну я сначала А вот скажите, наверное, сейчас в корпусных исследованиях японских Ну, поскольку при строении корпуса всегда стоит проблема теггинга И приписывание, ну, в частеречной классификации, да? Вот, как там они применяют Они ориентируются то ли на какую-нибудь английскую То ли они вот учитывают В Японии очень все-таки мощная национальная традиция То есть там есть лингвисты, которые ее полностью игнорируют И, да, и вроде какого, вроде, допустим, Куна-Сусуму Но даже уже Сибатани всегда учитывал и японскую традицию Так что думаю, все-таки там на, сейчас трудно мне сказать о конкретных примерах Но, как правило, все-таки, скажем, выделение частей речи У них традиция очень такая Выделять то, что привычно Так же, как, собственно, и у нас Вот у меня еще такой вопрос Вы вначале сказали, что Между глаголами и существительными Есть различия С точки зрения слова выделения Что слог может Вернее, морферное выделение Что морферное выделение может проходить внутри слова Или мемора только в глаголах Да Это факт языка или это факт традиции? Нет, это, понимаете, традиция там вообще Никакой границы внутри мора и принципиально не проводят Там, скажем Йома, Йоми, 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 Ма, С, Йома, Най Они там считают, что Йома это Ма это один звук Му один звук Там Йома, Йоми, Йому Это чередование звуков Ма, Ни, Му А не А и У Это так традиционно Сейчас, конечно, она уже несколько разрушается Но у японцев это очень сильно Но с европейской точки зрения, конечно Если мы имеем Йоми, 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 Ма То естественно проводить границу внутри мора Японцы так сами не делают А, понятно Да, есть ли еще какие-то вопросы или соображения? Ну, в принципе, да, спасибо большое, Владимир Михайлович Но это скорее соображение по поводу вашего доклада Чем вопрос или тем более чем какое-то критическое замечание Собственно, ваше сопоставление классификации части речи традиционной японской Тех, которые применялись к японскому языку в других традициях И европейской традиции Очень одноблядно показывает, как кажется, основную проблему вообще С частями речи, с теорией части речи, которая, сравнительно, недавно была осознана Но, по-моему, поставлена еще в ваших, собственно, ранних работах тоже Вопрос о критериях, с одной стороны, которые применяются К некому адекватному описанию системы части речи в каком-либо конкретном языке И, с другой стороны, к вопросу между языковой сопоставимости части речи И, по всей видимости, эти критерии в этих двух случаях Должны быть, видимо, различными Поскольку понятно, что, если, скажем, если, как бы, сказали в японском языке Одним из критериев, допустим, противопоставления глаголов Всем остальным частям речи является только это морфонологический То понятно, что это критерий, так сказать, высшего конкретного языкового порядка В то время как для сопоставления частей речи в разных языках Нужны какие-то критерии, которые бы от конкретных языков не зависели Ну, конечно, ну, эти критерии от конкретных языков не зависели Девайте, такие критерии называются априордами Потому что не априорды всегда как-то зависят от конкретных языков Другое дело, что мы пытаемся дать какую-то общую концепцию Другое дело, когда мы начинаем ориентироваться на какие-то конкретные языки Там на русский, на латинский, на английский В том числе на японский Ну, надо, конечно, вырабатывать что-то общее Я не спорю Именно вот я для этого, собственно, и пытаюсь сопоставить Хорошо, спасибо большое еще раз, Владимир Илькова Спасибо 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 Спасибо